ПОЛИМОРФИК Всем привет, с вами Полиморфик. ЦИГИ на прошедшей конференции CitizenCon нам продемонстрировали экономическую систему, которая должна принести в игру динамический контент. Для этого ЦИГИ разрабатывают технологии и будут создавать игровой мир с интересными миссиями, а также экономиками для того, чтобы мир казался настоящим, а не статичным. Основными действующими лицами этой экономики будут NPC. Система будет автоматически балансировать себя набором правил, которые затем будут генерировать контент. ЦИГИ могут извлекать данные из игры в реальном времени. Они могут получить всю нужную информацию об игроке, где он находится, что использует, какой в его корабле груз, какие игрок выполняет миссии и так далее. Миссии будут предлагаться в зависимости от экономики и потребностей. Например, заводы будут нуждаться в поставках ресурсов. Для того, чтобы торговое моделирование было реалистичным, миссии будут запускать производство и потребление. Вам нужно будет торговать с магазинами или любыми другими организациями, которые могут покупать и продавать товары. Будет учитываться спрос и предложение и корректироваться соответствующим образом. Цены будут расти, когда недостаточно товара или когда он пользуется повышенным спросом. Если рынок будет слишком перенасыщен, то цены будут падать. НПС будут торговать и поставлять товары по всей вселенной и этим самым поддерживать развитие экономики. Цены и количество товара в магазинах будут распределяться таким образом, чтобы имитировать реальную экономику. И в каждой звездной системе может быть огромное количество таких экономических узлов. Термин «объем вероятности» определяет, с чем может столкнуться игрок на своем пути. Например, игрок может встретить либо пиратов, либо торговцев. Эта вероятность будет динамична и будет отвечать за генерацию миссий и экономику. Квантовый симулятор позволяет представить визуально игроков в системе, их привычки и направления. Во время демонстрации этого инструмента активировали обмен между различными системами. Для того, чтобы показать нам НПСи, которые живут своей жизнью или начинают цепочку событий, которая затем влияет на всю экономику и миссии для игроков. НПСи будут действовать на все предложения и запросы, пока у них есть прибыль и пополняя запасы фабрик и магазинов. Они могут добывать ресурсы, затем перерабатывать их и продавать, пока это не перестанет быть выгодным из-за того, что склады стали переполнены товаром. Демонстрация продолжилась увеличением количества НПСи с добавлением хакеров и сложностью производственных цепочек. НПСи начали подвергаться нападению. Из-за пиратства цены на фабрики стали расти из-за нехватки сырья. Из-за этого к месту нападения пиратов добавились силы безопасности. Экономическая модель учитывает доступную рабочую силу и ее стоимость при ценообразовании на товары, что в свою очередь влияет на все уровни экономики. Заработная плата и доступность рабочих мест также колеблются. НПСи будут доставлять товары на заводы с нефтеперерабатывающих заводов, а затем с этих заводов в магазины, в которых эти товары будут покупаться, этим самым совершая простой экономический цикл. Все это позволит динамической экономике развиваться и изменяться со временем. На экономику будет влиять любое решение и вклад игрока. Когда появится вся эта система, неизвестно, но постепенно это будет добавляться в каждом будущем патче. Ваши мысли пишите в комментариях. Подписывайтесь, ставьте лайки и нажимайте колокольчики, чтобы не пропустить следующие видео. Желаю вам не прогореть и не стать космическим бомжом. И до скорых встреч, друзья! Субтитры подогнал «Симон»!